Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот он, вот, как я высохну. И скажу, ты подвешиваешь. Ну не буду же я ходить по полу, который помыла моя любимая пежеветка. У тебя всегда найдется что сказать, всегда, лишь бы ничего не делать. И кнопка поломалась. Понимаешь, дорогая, у нас с тобой экзистенциально-пространственная проблема. Что? Если бы мы, например, в Америке жили, наш брак был бы гораздо счастливым. Смотри, ты бы не дергала меня по бытовым пустякам, все бы делали умные машины, а я бы мог философствовать и созерцать, как любой нормальный мужик. А ты бы меня любила самой. Слушай, а займись отъездом в Америку. Люди же как-то уезжают, находят пути. Ты же знаешь, как для меня это важно. Мы же обсуждали эту тему, правда? И я тебе что говорил? Я перед этими пиндосами оправдываться не буду. Такую страну развалили. Тьфарик. Значит, просить за семью ты не хочешь. А я тебя должна любить за твой ум? Я знал, что ты у меня самая умная. Мне кажется, этого мало в жизни. Мало. Для меня мало. Для семьи мало. Для ребенка мало. Ты помнишь, что у нас есть ребенок? Дорогая, я помню, что у тебя есть ребенок. Как ты можешь? Ты же сам ее просил папкой тебя называть. И я все под контролем. Ты видела, какой хорошо? Для ребенка что самое главное? Передать ему силу духа и основы нравственности. Я это контролирую. Вот ребенок будет видеть, как я твердо стою на сбранном пути. И тоже вырастет настоящим человеком. Если не умрет с голоду. Перестань. Давайте, ребята, быстрее. Ёлка! Уже новый год, старый год прошел. Уже август закончился. Тогда ты ее папе в гараж отвезешь. Дорогая, если бы это была натуральная ёлка, я бы тебя понял. Хотя бы это искусственно. Хороший элемент для декора. Почти лофт. Да ты даже эту полку прикрутишь! Полка. Угу, полка. Прикручу. Но я тебе говорил, что вот именно это, это та работа, на которую мне нужно настроиться. На неделе, обещаю. Какой настрой? Какой настрой? Берешь отвертку, просто отвертку и прикручиваешь. Вот тебе отвертка, пожалуйста. Возьми и прикрути. Ты слышишь меня? Да, да, да. Сюсю не сделаю? А если не сделаю, напомни еще. Хорошо. Так, уже время? Так, а знаешь что? А сходи-ка ты за хлебом. Ага. И сахар купи. На прошлой неделе еще просила. Дорогая, я схожу и за хлебом, и за сахаром. Даже возьму сущенышку, которую ты просила на поздно прошлой неделе. Видишь? Я как любящий муж, все напомню. Вот я играю и схожу. Давай, давай, давай! Какие игры! Мама приезжает. Мне малую надо ехать забирать. Камон! Мамон! Мы же с тобой говорили. Что? Я сейчас на два часа с ребятами сажусь играть в конкурс. И? Если я пропущу эту игру, у меня будет депрессия. Ты куда? Прости. Что у тебя будет? Депрессия! Больше ничего не будет! Не кричи. На мужчину нельзя кричать. Возьми вот книжечку по семейным отношениям, почитай. Это твоя мама, кстати, подарила. Нужно искать другие подходы. Вот где я видела твою книгу. Я с утра встаю, готовлю, еду на работу, малую отвожу в садик. Еду твою маму встречаю. Знаешь, мне это все надоело. Ты не вырос, не вырос со своих маленьких, коротеньких штанишек. Знаешь, играешь со своей игрушки. Я подаю на разоборку. На, посарай. Мила, Мила, я уже выношу елку. Жизнь в коротках, понимаешь? В коротках. Вот едва оставили на колыбе, и уже в тысячи преддей не пробовали. О том, каждый божий день, люди тоскуют, жалуются, ноют. А как время провести, мы не знаем. Знаете, что для многих из них время это нестерпимая ига. Именно. В нем представляются веками. Они изнемогают от скуки, усталости. А между тем часики тикают. Ага. Ага. И вместо того, чтобы... Понять это? Мила не придумала тысяч милепейших выдумок, только чтобы от времени избавиться. Понимаешь? Время это само по себе есть ничто. Моцена его, от вечности. Оно есть магия, врученная нам Богом, чтобы непосредством ее избавиться от вечной беды. Ага. Да. А мы что делаем? Мы тратим это сокровище на какую-то суету. Именно, знаете, что я вам скажу? Если подходит души нашей из временной жизни, вот этой прекрасной вечной, мы все равно будем обречены на вечное несчастье, то а кого в том винить так, кроме самих себя? Именно. Безрассудные. Потому что так жить, значит и не жить вовсе, а сбрасывать от себя жизнь. Данное нам на украшение души и приобретение добродетели. Ведь жизнь есть дарованное нам время для насаждения на земле плодов бессмертия. Для насаждения на земле плодов бессмертия. Вкусить которые мы должны в жилище вечном. Поэтому тратить дни в пустых увеселениях, проводить их в бездействии. Отлично. А можно и не жить вовсе. А ходить только живыми. А самому быть действительно мертвым, подобно вон иссокшему дереву, который... который держится еще на корне вроде бы. А плодов-то боли и не приносит. Возьми. Человек-то, он же печется только о том, как бы продлить свое заблуждение. И проводит жизнь в пагубном забвении всех опасностей и искушении, которыми он окружен. И страха предается самым суетным и веселением и забавам, все глубже и глубже погружаясь в литургический сон. Понимаешь, мы... Мы раскачаем годы, а привязаны к жизни. Мы убиваем время. Вместе стремимся его воскресить. Мы стремимся к смерти и страшимся ее. Мы страшимся. Это... Именно это удел легкомысленного человека. Потому что он страшится с руки, поскольку прилипляется к нему и преследует его всю жизнь. Да? Скажите, а можно ли как-то вознаградить часы, унесенные суетными забавами, вот этими увеселениями? Наживотворить, как это будет в последних дней истремленных порог? Естественно. Это трата времени. Это ж... Это ж как потеря крови. Это прямо самоубийство. Именно. Как нужно жизнь посвятить добродетели? Понятно. Ведь Бог... Бог соединил удовольствие с полезным проведением времени и страдание с утратой его. Посему... Сколько нас одолевает, поспеши приняться за полезные занятия. Поспеши. Это средство и самое действительное, да? Так. Вот. Самое действительное средство. Потому что бездействие это не есть отдых для души. Не, абсолютно. Абсолютно не отдых для души. Душа может чувствовать наслаждение только когда... Наслаждение может. Да. Только когда получает приличную пищу. Когда же она праздна, почувствует нестерпимую тоску. Посему... Посему... Радость. Радость и плод, который может созреть только в душе, упражняющийся в добродетели. И кто всем не находит удовольствия, для того жизнь есть в мучении. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сьогодні вечер в пятницу? Да. А ты сидишь, працюешь? Ну конечно. Ах... Який же ты в мене молодец. А давай... Шторы поменяем? АПЛОДИСМЕНТЫ Чего? Давай поменяем шторы. Слухай. Точно. Точно. Давай поменяем шторы. Давай сделаем что-то более яскравее. Черномутровое. АПЛОДИСМЕНТЫ Там хорошие шторы. АПЛОДИСМЕНТЫ Точно. А ну, зайдем, подадимся, а тут в интернете есть сториночка не заняла? Я не могу. Я не могу. Я занял. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы только делали ремонт 4 года назад. Ты что? Мы кстати вложили в него 55 тысяч долларов. АПЛОДИСМЕНТЫ Что тебе не устраивает? А я перепрошую. Думала зайти в кабинет до своего человека, а попала в Министерство статистики. Ну, подивись на эти шторы. Я не знаю. Вони похожи на какую-то... Кулису в театре. Честно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На дизайнерские шторы. Что что? Столько денег побакали мне. Ты вздеваешься вообще? Меня полностью устраивают ремонт. Тут можно где-то 20 тысяч жить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, посчитай, вот с учетом инфляции за 4 года, это сколько выльется этот ремонт? Да дофига и трошки. Ты что? Ну, просто стены перефарбувати. Не, не. Ну, о чем разговариваю? Я бы... Лампы поменял. Деньги нужно учитывать. Я сегодня ходил в магазин, скупился на 4600 гривен. Это на 400 гривен больше, чем на прошлой неделе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушай, не могу я заходить, смотреть. Нет. Что еще за спектакль там, я не понимаю. О чем ты говоришь? А, мадай, после секса. Нет, слушай, на такой я точно не буду тратить ни время, ни денег. Вообще, у нас все по субботам. Кино, театр, когда мы женились. На кем-плану? Да, по плану у нас развлекалка по субботу. Все, мы не сядем. А мы еще в сиатницу выставили. Нет, все. Я сегодня работаю. У меня на следующей неделе открытие филиалу. Мне партнеры назвали уже. Пять раз звонили. Ты что? Ну, сегодня твои партнеры звонят. Потом тебе открытие филиалу. Потом там что-то в тебе, еще что-то в розкладе. Слушаем. Ну, это последний раз. Вот для себя проводим час. Ну, просто, понимаешь, життя воно має грелитись, крутить. Драйв, энергия, что было. Какой драйв? У меня драйв в открытие филиалу. Давай, дивися. Когда ты последний раз просто ничего не делал, просто протыковал час, читал, не знаю, книжку какую-то, литературу, например. Читаю я книжки. Вот недавно купил «Вадрант денежного потока», как Роберт Татья Саки. Партнеры посоветовали. Реально интересная книжка. Я говорю, дать почитать? Так, прекрасная книга, чтобы обговорювать ее в пятницу вечера за Келехом Мартиню с друзьями, так? Прекрасная филаряна. Она очень интересная. А я пошла про нее. Да, все, я поняла. Кино не будет. Не будет кино, я же тебе говорю, я занят. И в театр мы не идемо. Не идем мы ни в какой театр. Ну ты издевайся вообще. Значит, помню. И шторм не будет. Меня полностью устраивают эти шторм. И книжки мы в жизни прочитали, так? Никаких книжек сейчас. Пошли в рюшка. Да ты издевайся. Я же тебе дюросел какой-то. Ты же меня хочешь с Чесуки выжать. Помнишь, мы летали в Таиланд? Волезове, а? Не хочу я больше этого Таиланда. А я хочу, мы займалися сайтом, ты предъявляешься. Мы столько денег просрали на этот Таиланд. Не хочу больше. Давай, який дешевый ресторан по его лобстерю просто. Не хочу никаких лобстер. Я вообще к ним пить не могу, я к ним пищу этих собачек. Давай, просто на мать ему, Саш, лопатый, мать ему, Саш. Да что ж это такое? Да сколько можно это все? Я не понимаю, не хочу я ничего. А вот это, Альфа, я буду дивиться... Да что ж это такое-то? Да отстань от меня. Ух ты! Никто не сомневается в том, что святые отцы от Абрама до Абрама обладали женами. У меня вопрос. Как так вышло, что некоторым из них было дозволено, чтобы один муж имел в его девушку? Это было разрешено не из-за стремления к разнообразию. А только из-за стремления к умножению потомства. Да, именно только из-за стремления. Однако, вот то самое первое, по божественной воле созданное, брачное соединение супругов, оно не в достаточной мере свидетельствует о том, что для блага супружества скорее подводит связь одного мужчины и одной женщины. А не одного и всех подряд. Да, мы супружества проистекало оттуда, где можно опереться на самый благоприятный пример. Конечно. Когда соединяются один мужчина и одна женщина, то их союз может достичь высокой степени достоинства. Ну, если в нем поцелить самумеренность, конечно. Логично. И? Когда же один мужчина обладает многими женщинами, природа разрешает это лишь ради обильного деторождения. Естественно. Да, именно так. Почему мужчине разрешено иметь у многих жен, а женщине нет? Потому что природа стремится к единству первоначалов. Да. И к тому же более естественно представляется господство одного над многими, нежели многих над одним. Да, и невозможно сомневаться. Невозможно. Нет, что мужчины лучше заспорствуют над женщинами, нежели женщины над мужчинами. Это вам кто сказал? Это говорил еще апостол. Жены, повинуйтесь мужьям вашим. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнали Симон. 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 Ну да, по что уже всякая жена стремилась ко всякому мужу, положила предел вожделениям, который называется вступ к дружесклату. Да, ну посмотри на печальные явления, совершающиеся на сцене на следующей жизни, виновникам которых для людей слушать брак. Ну это же все ради достижения счастья. А что вы думаете о счастье? Вот, посмотри на жизнь человеческую, сколько бы ты ни размышляла о морали, науке, философии, туповых идеях, ты рано или поздно столкнешься с событиями. Какой? Ты не хочешь ехать, видеть, отдыхать, двигаться и смело тебе верить, все эти потребности будут настолько настойчивыми, что ты будешь просто прыгать где-то и художниками. Какой? 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 А это все события сегодняшнего дня, которые обрадованы и верчателям. Все. Это все надежные мечты, которые с блесенью сбудились. Это все твои поражения, предлетения и потери. Это все за и против, кто не оглашает эту вещь в жизни. Например, не дают человеку закостенеть в растимутом балансе, а не братья свой зонор невидимым толкателем, чтобы двигаться вперед на охранность жизни. Имея в руках только длинный шестер, один конец которого в постижениях, а другой подачу. А человек, он же думает так, вот дойду до границы, и вот там уже остановлюсь, выдох, расслаблюсь, и вот там, вот там, вот буду счастливым. Как все же у нас сам парится? Ведь он, ведь он уже счастлив. А дойдя до той границы, он отдохнет и пойдет дальше. Потому что счастье, счастье, это же ветер в лицо. Пока ты идешь, ты чувствуешь счастье. Там лица, эти конец. У меня не счастье. Движение. Это череда событий. События. У меня совместные этажи, которые изучат вас, постижения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok